Валерий Васильевич никогда не ругался матом, правда? Нет. Удивительно, да? Нет. Никогда. Вы не слышали от него мата никогда? Вообще. И мне кажется, у меня такое мнение, что он был равнодушен к женскому полу. Я даже слышал от одного из футболистов, что вы как-то хотели свести его со стюардессой. Меня он уволил. Что это за история была? Он меня уволил. Коснулась тема, что он посмотрел какой-то фильм. Такой. И это был... Там немножечко было что-то такое порно. Чуточку что-то такое. И я пришел к своему недалекой голове, что, может быть, его это интересует. Потому что он же не ходит никуда. Все время с командой. Да, с командой днем и ночью. И вообще не позволяет себе ничего. И я делаю тогда. Думаю, подожди, стоп. Забываю тему. Это его... Инициатива наказуемая. Все. Закончик. И вот это инициатива. А я себе... Мы летим в самолете. И... Эта стюардесса что-то такое принесла. Туда-сюда. Хорошая стюардесса. А? Хорошая. Да, хорошая. Что-то и дело. И вдруг там пришло какое-то время, и он... А она еще раз пришла, там фрукту предложила. Он отказался, потому что... Он звонит. И она приносит ему на тарелочке, приносит ножик и яблоко. Приносит ему. Он там еще... Я не слышу, что он говорит. Что-то там с ней говорит. В конечном итоге, я вызываю стюардессу эту, и... Ну, надо как-то начать разговор такой серьезный. Я говорю, задаю вопрос. Я говорю, у меня один вопрос такой, только вы не обижайтесь. Вы не обижайтесь, хорошо? Такой немножко, он не очень скромный. Но это такой, ну... Не обижайтесь. Она говорит, ну говорите уже. Так что, какой... Я говорю, у меня такой вопрос. Я говорю, вы скажите, это правда, говорю, что на высоте 10 тысяч? Секс вообще сумасшедшим кажется. Не обыкновенно такая, вообще нельзя сравнить вообще с постельным этим вариантом. Она говорит, я не знаю. Я не пробовал таких вариантов. Я говорю, ну ничего, мы это сделаем, мы решим этот вопрос. Мы сначала проверим где-нибудь на низменности. Короче, я туда-сюда. И я ее уговорил, а она обратилась ко мне по поводу билетов на футбол. Мы же прилетели за границу, и на... Вот надо три билета на стюардессу, там, командиру и помощнику. Ну и ей третий билет. И я ей говорю, вы придете... Там и билеты будут? Вы придете. И все, и так ручку кладу ей на поясницу. Не опускаю ниже, не грублю. На пояснице. Так, беру пояснички, так, потихонечку. Пальчиком. Все будет хорошо. Все будет прекрасно и замечательно. Главное, концовка. Что вы сможете купить себе несколько хороших вещей, несколько сувениров после футбола. Тонко. Я ей говорю. Она говорит, но билеты будут? Я говорю, билеты – это капля, понимаете вы? Все. И она приходит. Она приходит за билетами. И красивая, да? Она хорошая. Хорошая, да. Хорошая у нас стюардесса, очень хорошенькая. Я глупый человек. Я тогда говорю, я говорю, мне надо так. Может быть, вы меня неправильно поняли. Я говорю, Валерий Васильевич с вами так мило говорил. Я говорю, вы можете ему удлинить? Это очень важно. У нас такая серьезная игра. И немножко, ну, с ним поговорите, там, немножко полюбизничайте. Если возможно. Она говорит, он очень порядочный человек. Говорит, ну, я не знаю, мне надо, мол, ехать, меня ждет команда, командир там. Я говорю, ну, я вас подожду. Машина есть. Вас отвезут в вашу гостиницу. Мы отдельно живем. Мы не в одной гостинице. И она пошла туда. К Валерию Васильевичу. К Валерию Васильевичу. Она вышла. Я не знаю, что. Сразу же вышла? Минут через семь. Минут семь. Она вышла. Я в машину, мне надо в команде быть. Она уехала на машине. Поэтому я с ней не общался. Извиняюсь. И Мы едем на игру. А Валерий Васильевич сидел на сиденье за водителем. Вот первое сиденье за водителем. А я сидел за ним на этом сиденье. Потому что если что-то такое... Он говорит, Федорович, а я здесь уже. Я говорю, слушаю. И вот мы садим в автобус. И она говорит, с завтрашнего дня ты не работаешь. Я говорю, так и все не работают. Завтра после игры у нас выходной. Она говорит, ты идешь на Велфор. Все. Для безработных наставок. Все. Ты не работаешь. И это было сказано не в шутку. На следующий день я прихожу на работу. Он говорит, иди поднимись. Каллы Васильевны в отдел кадров. Ты не работаешь. Все. Мне не надо. Инициатива наказуемая. Я тебе сто раз говорю. Кошмар. Все. И? И все. И что? И мне единственная палочка выручила. Что делать мне? К Пузычу идти. А что Пузыч? Нет, здесь Пузыч не поможет. И что вы сделали? Каде Панкратев мне пошли. Умница. Хорошо. Ада Панкратевна. Ада Панкратевна. Ада Панкратевна. Она назвала меня дядю. Так шутку всегда. Дядю надо то, дядю надо это. И я говорю, Адыла Панкратевна. Вот так и так. Там что-то такое произошло. Васильевич на меня. Ну разозлился и тому подобное. Ну я говорю. Ну не ошибается тот, кто ничего не делает. Я говорю, ну что-то я там глупость какую-то сделаю. Не помню уже ничего. А что я еще не могу и рассказать. Что я придумал там. И все. Вот это на самом... Поэтому на самом деле в моей истории такое было. И я думаю, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Продолжение следует...